Храм в честь сошествия Святого Духа на апостолов Настоятель этого храма Протерей Алексей Кульберг Любезно согласился с нами побеседовать Батюшка с престольным праздником Вас и весь ваш приход С престольным праздником всю нашу мать Всю православную церковь И всех конечно же зрителей канала Союз Поздравляем с днем рождения нашей Святой апостольской церкви Ну на самом деле Такое очень праздничное настроение Отец Алексей, скажите пожалуйста Вот для вас этот храм Стал родным Полтора года назад, правильно считаю? Что в его истории вас особенно зацепило Когда вот вы приехали в Екатеринбург И узнали, что есть такой большой златоуст Что он восстанавливается и вот-вот будет открыт Ну сначала зацепила Не история, а сначала зацепила просто Красота, красота этого храма Место А потом красота истории История о том, как Жители города Очень хотели, чтобы у них был Не только храм Малый Златоуст Который был вот на месте вот этого Большого офисного здания Мы попросим нашего оператора Показать Кстати, вы знаете, батюшка, вот в моем детстве Этот дом считался высотным домом Очень-очень большим он казался тогда А сейчас посмотрите Ну в общем достаточно небольшое сравнение С небоскребами, которые есть у нас в городе То есть здесь стоял храм, который звался Малым Златоустом Он был просто Златоустом До тех пор, пока не был построен второй большой Он был просто храмом во имя святителя Анны Златоуста И прихожанам было много Им было тесно И было принято замечательное решение Построить большой, величественный храм И много лет, или даже десятилетий Шло это строительство 29 лет Сначала согласовывали проект Трижды утверждали проект Такого не бывало в истории нашей страны Чтобы трижды Государь утверждал проект Но сначала не хватило средств Потом были какие-то другие сложности Но воля людей была такова И год, и два, и десять, и двадцать девять лет Люди готовы были Ведь это же, ну почти что жизнь человека Готовы были трудиться Для того, чтобы сделать, вот довершить эту красоту И это у них получилось Ну и конечно же То, что спустя Более семидесяти лет После разрушения В 1930 году Был храм взорван То, что нашлись люди Обладающие такой же волей Такой же решимостью И желанием сделать дело Божье Ну конечно же Митрополит Викентий Который благословил это строительство Ну и его помощники Люди, которые, я думаю, знают Сейчас уже вся наша земля Это Андрей Анатольевич Казицын И Игорь Алексеевич Алтушкин Ну кстати, вот сегодня Думаю, стоит сказать, что Сегодняшний день Андрей Анатольевич Казицын Как раз родился Сегодня его день рождения Поэтому Мы поздравим Давайте всей Многомиллионной Аудитории канала Союз Пожелаем Этому человеку Трудами И доброй волей Которого По нашей стране Стоят сотни Храмов Сотни храмов Порой Прихожане даже не знают Что К этому строительству Приложил руку Андрей Анатольевич Своим помощником Поэтому пожелаем им Добрых благих лет Благословения Божия На всяческих делах Которые они делают Да, мы присоединяемся Многое благая лета Рабу Божию Андрею И всем его близким Батюшка Вот небольшая могилка Находится рядом с храмом В 1930 году Он был взорван Но вот насколько я знаю Фундамент сохранился И сохранилось За алтарное захоронение Кто здесь лежит Кто здесь покоится Протерей Иоанн Знаменский Настоятель храма Большой Затауст Почетный житель Города Екатеринбурга И многодетный отец И мало того Отец Святого То есть Отец Протерей Иоанн Знаменский Воспитал сына Который впоследствии Стал священником А потом и священномучеником Нашей церкви Священномученик Сергий Знаменский Расстрелянный На Бутовском полигоне Удивительная семья Удивительные люди И вот мы говорим Что храм построен На фундаменте Частично на фундаменте Того храма Большой Затауст Но я точно знаю Что он построен На фундаменте Вот той веры Людей Которые его строили Которые в нем молились Фундамент не только каменный Но фундамент камень веры Заложен в основании этого храма И мне с радостью С утешением Доводится многократно слышать Свидетельства людей Которые вот просто проходили Мимо этого храма Зашли И вот как бы Как небо раскрылось Что такой радостью Таким светом Наполняется душа Что действительно Ощущение Что здесь присутствует Бог Мне доводится Мне довелось В этот храм заходить Не один Не два раза А по несколько раз В день И всякий раз Вот это чувство Оно посещает Охватывает Ну это подарок Такого Подарок жизни Да конечно И очень ценно Что останки Протерея Иоанна Вот так бережно Были перенесены И отмечены Над гробьем С крестом Когда Когда сделали раскопки Когда делали Исследование Грунтов То археологи Аккуратненько вскрыли И склеп В котором захоронен Останки отца Иоанна И обнаружили Совершенно нетленные Нетленное захоронение То есть и облачение И Евангелие Митра И тело Отца Иоанна Вот Упокоилось И отмечено нетлением Что знает Что это означает Бог знает Вот Но мы Всякий раз вспоминаем И Незримо Понимаем Что он присутствует Всегда На всех богослужениях В нашем храме Батюшка И еще Пригласите нас Пожалуйста В гости В этот красивейший храм Ну надеюсь Чтобы не только Прихожане могли Ощущить эту радость И утешение Но чтобы Многомиллионная Аудитория Телеканала Союз Тоже зашла Под сень нашего храма Да Пойдемте пожалуйста Мы попросим Наверное И нашего звонаря Ведь у нас же Храм-колокольня Чтобы пока мы будем Идти К храму Чтобы Нам позвонили Колокола Да Кстати стоит сказать Что еще В дореволюционное время Колокол Храма Большой Златоуст Был четвертым В Российской империи После двух компанов Колокольни Ивана Великого И одного Большого колокола По-моему Да Исаакиевского собора Санкт-Петербурга И конечно колокол Был уничтожен В годы богоборчества Но вот сейчас Он восстановлен В полном объеме Это точная копия Его дореволюционного Предшественника Ну что же Пойдем в храм Пойдемте Отец Алексей Говорят что Большой колокол Большого Златоуста Да Благовестник Его должно быть слышно В пасхальную ночь На окраинах города Никто не проверял Проверял Жители города Рассказывают Что и на Уктусе И на Шерташе Ну это такие районы города Слышно как звонит Колокол Большого Златоуста Батюшка Вы первый Ну вот дорогие друзья Троицкое Облачение У храма Березки Дрова На полу И Что сейчас происходит Отец Алексей Прихожане Которые пришли Помолиться сегодня Наш престольный праздник Не хотят Расходиться И попросили Такой возможности Почитать Акафист Святому Духу Вот Ну вот собственно говоря Хорошо им быть здесь Не хотят расходиться И слава Богу Батюшка А какой предел Освящен в честь Святого Духа Центральный Наверное Пойдемте Покажем Нашим зрителям Храм изнутри Вообще конечно Он красавец Надо сказать Что когда Златоуст строился Вот этот вот Тот который был Восстановлен Очень много Было недовольства В светских средствах Массовой информации Мол долгострой Какой То есть видимо Предполагалось Что за год Он должен выстроиться Но предшественник Строился 29 лет А этот храм Построили за 6 лет Представляете То есть это По-моему Подвиг строителей Ну и конечно Милость Божия Милость Божия То что За это короткое время Удалось создать Такую красоту Скажем что Внутреннее убранство Храма Оно не является Точной копией Вот как внешний храм Точное соответствие Тому как был Дореволюционный А внутри Это уже Ну такое Современное Движение Духа Мастеров Фарфоровый Иконостас Замечательные Канонические Иконы С любовью Изведенные Ну и каждый Элемент интерьера Он содержит в себе Вот такую Любовь Теплоту И таланты Которыми обладают Те люди Которые Воздвигали его Ну и за год С открытия храма Конечно же Это живой организм Храм растет Поэтому Появились новые иконы Появилось Распятие Появились Предметы Которые сюда люди С любовью В течение года Приносили Устанавливали Благо украшали Дом Божий И уже Свой дом И хочу еще Сказать Что вот Когда храм Зорвали На его месте Был памятник Ленин и Сталин Сидели на скамейке Потом памятник Убрали И поставили Памятник Революционеру Малышеву И вот Когда появилась Задумка Храм все-таки Восстановить Как-то была Добрая воля И тех Кто хотел восстановить И городских властей То есть памятник Малышеву Просто перенесли На другую сторону Улицы Тем самым Освободив место Вот под храм И я думаю Что сейчас Даже те Кто тогда Может быть Переживал Из-за переноса памятника Нисколько в этом Не разочарованы Потому что Ну такая красота И такая благодать Совершенно Несоизмерима Да Я разговаривал Неоднократно С людьми Которые О которых Сейчас упомянули Переживали Для них Дорога память Нашего Отечества Для них Имена Ленина И Сталина Это непростые имена Это то что дорого Это и детство И вот это мудрое решение О том чтобы там Не взрывать очередной памятник А переставить его На другое место Освободить Свято место Чтобы оно не было пустым И это решение Их немало утешило Я думаю Что такого рода Решения могут быть И в отношении Других святых мест Нашего города Хотелось бы Чтобы и храм Собор Святой Екатерины Немножечко подвинул фонтан И Воссиял Во всей своей красе Ну а что касается Богоявленского собора На месте которого Сейчас стоит Монумент Владимиру Ильичу Ильичу Ильину Я думаю Что такое же решение Возможно У нас очень большой город Есть куда поставить памятники Батюшка Спасибо вам большое Благословите нас Пожалуйста всех В этот Святой Великий день Из-под крова Свято-Духовского Храма Пусть Господь Неспошлет Вот такой язык Пламени Благословением От Духа Святого На всех Телезрителей Канала Союз Спасибо батюшка Дорогие друзья Спасибо за то Что вы были с нами Время нашего прямого включения Подошло к концу Эфир телеканала Союз Продолжается С праздником И оставайтесь с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому